Устойчивое апрельское тепло в нашем регионе позволило перейти дорожным службам при ямочном ремонте с литового на горячий асфальт. Эти заплатки прослужат до нескольких лет. Работает подрядная организация «Трансдорстрой». Сегодня это улица в Расторгуевской части города. Задействованы у нас три единицы техники. Это у нас работает щетка, так называемая, на базе МТЗ подметальная. Вот самосвал, это он доставляет с завода асфальт, погрузчик фронтальный. Также малая механизация, это виброплита, шоу-нарез, отбойные молотки. Качество ремонта зависит не только от техники и ремонтной бригады, но и от соблюдения технологии при ликвидации дефектов ямы выбоем. Вся работа осуществляется в несколько этапов. Для начала необходимо подготовить заплатку, сделать ее контуры ровными. После кромления сектор очищается от крошки пыли и его покрывают битумные эмульсии для лучшего сцепления горячего асфальта со старым покрытием. Далее идет сам процесс асфальтирования. На данном ямочном ремонте он выполняется с помощью виброплиты. Этого достаточно для того, чтобы вновь положенный асфальт набрал определенную плотность, которая заявлена в документации. В среднем на каждую яму рабочие тратят до получаса. Кропотливый труд дает свои плоды. Заплатки выполнены на совесть. И только соблюдение технологии и правильное проведение каждого из этапов дает гарантию качественного ремонта дороги. Вот она, готовая заплатка после того, как на ней поработала виброплита. Рабочие дают гарантию на заплатки, сделанные горячим асфальтом, до пяти лет. И такие новенькие заплатки на дорогах увидят сегодня жители улиц Черняховского, Софийской и Ольгинской. А далее залатают дороги деревни Спаская и участок от Измайлова до села Булатниково.